Здравствуйте! Вы смотрите Седьмой канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В этом году Министерство обороны Украины купит 6 тысяч единиц военной техники и 2,5 миллиона боеприпасов. Об этом сообщил заместитель министра ведомства, руководитель аппарата Александр Дублян. Он отметил, сейчас для вооруженных сил закупили и уже поставили больше 3 тысяч единиц техники и 58 тысяч боеприпасов. Среди вооружений 50 минометов, 23 единицы бронетанкового вооружения, 159 автомобилей и другое. Чехия планирует трудоустроить 5 тысяч украинцев. Набирать людей будут через консульство во Львове. Самый большой спрос на инженеров-строителей, электротехников, механиков. Есть и нехватка сотрудников в IT-сфере, а также медиков, особенно сестринского персонала. Есть больше 117 тысяч вакансий. Трудоустроить наших граждан планируют в рамках пилотного проекта. Он предусматривает получение долгосрочной рабочей визы. Отмечу, средняя зарплата инженера-конструктора в Украине – 7 тысяч гривен, в Чехии – от 1000 евро. Крупнейший лоукостер Европы Ryanair заинтересовался украинским рынком авиаперевоза. Компания ведет переговоры о полетах во Львов. Коммерческий директор Дэвид О'Брайен говорит, пока нашу страну рассматривают как дополнение к основным рынкам. Он также отметил, сейчас в Украине есть спрос на полеты во многие страны, но в основном это восточное и северное направления. В последнем случае компания не имеет юридических прав и физически не в состоянии выполнять такие авиаперелеты. О'Брайен подчеркнул, появление Ryanair в Украине может ускорить процесс заключения договора об открытом небе с Евросоюзом. Элитный отряд австралийских спасателей на воде проводит ночные учения. Тренируется в городе Голдкост. В темное время суток их работа становится в несколько раз сложнее. От профессионализма зависят жизни людей. Как проходят учения, узнаем из следующего сюжета. По сценарию операции спасатели должны расыскать двух грибцов, потерявших свою лодку. На счету каждая секунда. Им помогают полицейские, прибывшие на катере. А вертолет освещает поверхность воды с воздуха. Учения помогают спасателям отточить навыки. Вместе с тем они признают, в полной мере подготовиться к реальным событиям невозможно. Море в эту ночь было спокойным. Во время других сценариев или в реальной ситуации бывают сильные волны. Темнота, вспенивающаяся вода – риск в этом случае намного больше. Работу спасателям часто обличают современные технологии, например, прибор ночного видения. Помощь от таких вещей невероятная. Увидеть что-либо без этих очков просто невозможно. Ночные учения спасатели начали проводить с сентября прошлого года. К этому их побудил отчет с данными о числе утонувших людей на пляже Голдкоста. За последние 10 лет здесь погибло 34 человека. Это больше, чем на любом другом пляже штата Квинсленд. Голдкост – один из популярнейших центров водного туризма Австралии. Ежегодно сюда приезжают тысячи человек. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова